Я вас приветствую, возлюбленные, на нашей сегодняшней встрече. Мы сегодня в рамках, как понимают, цикла лекций теории современности будем с вами говорить о трансгуманизме. Тема достаточно актуальная, потому что на сегодняшний день трансгуманизм становится не просто какой-то философской концепцией, он становится, по сути, уже и общественно-политическим движением, и какие-то элементы трансгуманизма пытаются внедрить как программы развития целых стран, обществ. Но, в общем-то, это и понятно, потому что, если нет цели обожжения, если нет цели достижения богоподобия, то какая-то же цель должна быть? У нас же должны быть какие-то сверхценности, куда мы все стремимся. Но, в общем, такими сверхценностями у нас в XX веке были идеи, воплощающиеся идеи космизма, когда мы строили ракеты, осваивали Луну, и у нас были какие-то цели освоения не только нашей Солнечной системы, планет нашей Солнечной системы, но и полететь на далекие звезды. Сейчас, конечно, эта тема тоже присутствует в тех идеях, которые Илон Маск высказывает, но все-таки за всеми этими идеями стоит одна очень существенная проблема и существенный изъян. А как быть с нашей смертью, понимаете? Потому что звезды мы достигнем, но хорошо, ладно, а все равно умирать придется, понимаете? Это, конечно, самая существенная проблема. Итак, последние результаты научно-технического прогресса, особенно в таких областях научного знания, как генной инженерии и информационной технологии, порождают вопрос о возможности использования этих достижений для улучшения биологических условий человеческого существования. О том, что такого рода возможности в настоящее время как никогда близки к реальности, свидетельствует о тот факт, насколько живо обсуждаются возможные последствия их применения для человека и общества. Новейшие информационные и биомедицинские технологии заставляют по-новому взглянуть на соотношение биологического и социального в человеческой жизни на границы наследственного и приобретенного в природе человека и на то новое содержание, которым на наших глазах наполняется само понятие человеческого. Все эти вопросы уже выходят за рамки компетенции естествознания и обретают явно выраженные нравственные, религиозные и философские аспекты. Вполне закономерными являются фундаментальные религиозные и философские разногласия относительно возможного изменения человеческой природы, улучшения генотипа человеческих популяций и изменения существующей структуры семейно-брачных отношений. И, конечно, все эти новые возможности говорят о том, что мы можем практически полностью переформатировать всю существующую общественную жизнь в нашем мире. Во второй половине XX века сформировалось специфическое, философское, политическое и даже в каком-то смысле религиозно-мировоззренческое движение, в центре интересов которого оказалась возможность улучшения человеческой природы посредством новых технологий, включая и генную инженерию. Основоположниками этого движения стали Роберт Честер Вильсон-Эттингер, основатель иммортиристического общества и института Крионики, затем профессор, основатель лаборатории искусственного интеллекта в Массачусетском технологическом институте Марвин Ли Минский, затем писатель, фантаст и философ Ферейдун Эсфендиарим, затем ныне живущий технический директор в области машинного обучения компании Google Реймонд Курцвейл и ныне живущий директор созданного в Оксфорде института будущего человечества профессор Ник Бостерн и другие. Недавно в Сколково, когда проходила конференция, форум целый по инновациям в России, один из приглашенных гостей был Ник Бостерн. Для позначения, характерно для этого движения, мировоззренческой картины, используется термин «трансгуманизм», введенный в оборот в 1957 году английским биологом Джулианом Хаксли, который стоит у истоков создания Всемирного фонда дикой природы и Международной организации ЮНЕСКО, в которой был ее первым генеральным директором. Обязательными в этой мировоззренческой картине являются два принципа. Во-первых, убеждение, что при помощи технологии возможно улучшение человеческого вида, а во-вторых, это возможное улучшение является не только желательным, но и способно привести к решению многих острейших проблем, и сопровождающих человечество самых первых этапов его истории. Голод, болезни, бедность – все это и многое другое, благодаря применению новых технологий, навсегда останется в далеком прошлом. Сам человек в трансгуманистической перспективе преобразится настолько, что получит в свое распоряжение или реальное бессмертие, или, по меньшей мере, возможность радикального продления времени жизни. Трансгуманисты связывают свои представления о преображенном человеке с конвергенцией технологий, в первую очередь, нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и когнитивистики. Для обозначения этой конвергенции используется аббревиатура NBIC. Следует отметить, что особую привлекательность трансгуманистической перспективы преобразования человека как биологического вида приобретают на фоне разворачивающегося антропологического кризиса. Начало XXI века характеризуется тем, что горизонты возможного воздействия человека на природу становятся все более и более широкими. В то же время человечество начинает осознавать, что существуют границы такого воздействия, нарушение которого грозит уже самому человеку непредвиденными негативными результатами. Природа все чаще оказывается не пассивным объектом приложения человеческих сил и способностей, но своеобразным субъектом, способным ответить непредсказуемыми последствиями для среды обитания человека. Это обратное воздействие природы на человека может оказаться настолько существенным, что человеческая цивилизация окажется на грани гибели. Начиная со второй половины XX века, это обратное воздействие проявляет в себя разнообразных проблем глобального характера, таких как климатические изменения, нехватка пресной воды, накопление ядовитых химических и радиоактивных отходов, загрязнение мирового океана и другие проблемы экологического характера, а также ухудшающееся психическое и физическое здоровье людей, появление новых болезней, различного рода демографические проблемы и так далее. Многие исследователи склоняются к тому, чтобы обозначать эту совокупность проблем, как антропологический кризис. Этот кризис имеет два различных, даже противоположных аспекта. Во-первых, нарушение экологического баланса между человеческой цивилизацией и природой имеет равное негативное воздействие и на природную среду, и на самого человека. Человеческий вид адаптировался к природной среде, которая длительное время и в истории человечества была абсолютно неизменной, либо изменялась очень медленно. А сегодня атопогенное воздействие на природную среду приводит к радикальным и быстрым изменениям последней. И человек оказывается в новой искусственно преобразованной среде, которая каждому новому поколению воспринимается уже как естественная, но к которой человеку, как биологическому виду, предстоит вновь адаптироваться. Второй аспект порожден не негативными последствиями научного и технологического развития, а наоборот тем, что чаще всего принимается за его самые наглядные достижения. Это успехи в генетических исследованиях, нейронауке, биомедицинских технологиях, генной инженерии, которые открывают головокружительные возможности манипулирования биологическими формами жизни, начиная от бактерий и вирусов и заканчивая животным и человеком. В практической плоскости вставит вопрос об искусственном воспроизведении жизни, в том числе и жизни человека. Вопрос о клонировании и создании искусственного генома человека также стоит на повестке дня. Все это радикальным образом меняет изначальное отношение человека как к своей собственной природе, так и к природе вообще. Современный человек оказался способным к активному преобразованию своей собственной природы, что неизбежно вызвало переосмысление прежних представлений человека о самом себе и формирование новых. Таким образом, сами новые возможности человека, возникшие в результате научно-технического прогресса, становятся источником антропологического кризиса и целого ряда биоэтических проблем. На этой почве и появляется движение трансгуманизма. Поэтому трансгуманистическая перспектива не является набором пустых фантазий. Она имеет под собой реальные основания. Трансгуманизм ставит и пытается в рамках стекулярного мировоззрения решить вполне реальные для него проблемы, философский аспект которых выражается в осознании новых типов отношений между человеком и природой. Сегодня вопрос отношения к достижениям прогресса стал еще более актуальным. Как справедливо заметил уже в первой половине XX века в своей статье «Возмышления о технике» испанский философ Хосе Ортега Гассет, едва осознав собственное бытие, человек обнаруживает вокруг себя сказочное число предметов и различных средств, созданных техникой и образующих, раскинувшийся перед ним на переднем плане некий искусственный пейзаж, который заслоняет от его взора первозданную природу. И надо заметить не только природу, но и само бытие, что пророждает проблему, которую Мартин Хайдеггер обозначает не только как забвение бытия, но и забвение уже того, что вопрос о бытии предан забвению. Это является серьезной проблемой сознания живой реальности трипостасного творца мира, собственной тварной относительности, смысла и подлинной цели своего бытия. И пророждает иллюзию не только онтологической автономности, но и возможности познания и, соответственно, обладания жизнью как неким свойством природы, которые можно технически, то есть магически воспроизвести. Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума в Женеве, в своей книге «Технологии 4-й промышленной революции» очень точно заметил. Технологии и общество взаимно формируют друг друга. Мы являемся продуктом наших технологий в той же степени, в какой они являются создаваемым нами продуктом. И очень сложно поспорить с этими словами. Действительно, технологии формируют все наше, зачастую не только нашу жизнь в ее повседневности, но зачастую и мировоззрение. Следует отдавать себе ясный отчет в том, что технологии уже сегодня пронизывают все стороны человеческой цивилизации. Они лежат в основе управления обществом, определяют уровень экономического развития стран, позволяют обмениваться информацией между людьми и организациями, дают инструмент для манипулирования массами, влияют на здоровье и экологию. Сложно назвать какую-либо область человеческой деятельности, где бы не присутствовали современные технологии. При этом технологии претендуют на роль главного инструмента решения наших человеческих проблем, создавая новую технологическую реальность нашего бытия. Пример, если в 1800 году только 3% населения мира проживало в городах, то сегодня на жителей городов приходится уже 50% населения планеты. И для современного городского жителя сотворенная Богом природа заслонена нагромождением творений двухчеловеческих. Вместо лесов, полей, рек, озер, животных, птиц, он видит бетон, асфальт, автомобили, и даже небо для него расчерчено линиями, проводов и следами от реактивных самолетов. Сегодня слова апостола Павла о том, что невидимое Божие, вечная сила его божество от создания мира через рассматривание творений видимого, для современного жителя мегаполиса уже не столь очевидно. Потому что он пребывает уже не столько в творении Божием, сколько в среде технического творчества человека. В итоге, как справедливо замечает Клаус Шваб, технологии связаны со всем, что мы знаем, с тем, что мы принимаем решения, точнее, с тем, как мы принимаем решения, и как мы думаем о себе и других. Они связаны с нашей самоидентификацией, с нашим мировоззрением и вероятным будущим. Значение технологий, будь то ядерные разработки, космическая гонка, смартфоны, социальные сети, машины, медицина или инфраструктура, делает их политическими. Даже концепция развитой страны опирается на уровень применения технологий и на их экономическое и социальное значение. Действительно, зачастую нам кажется, как мне, в общем, человеку, верующему христианину, зачем, допустим, заниматься развитием каких-то областей современной науки. Но я же понимаю, как на этот вопрос смотрит тот, у кого в руках, так сказать, вот, кормило, так сказать, управление государством. Если он сейчас не будет развивать какую-то технологию, если он не будет развивать сейчас какую-то область знаний, то завтра мы можем оказаться в ситуации, когда, так сказать, у нас не будет возможности ответить на вызовы, так сказать, новых, так сказать, технологий, которые насвоили другие страны. В частности, например, вот наше отставание в области кибернетики, ведь они определяются во многом тем, что во время советского периода нашей истории кибернетика была объявлена лженаукой. И те, так сказать, заделы, которые были, так сказать, в кибернетике у наших ученых, они как бы не были финансированы, они не были поддержаны. И в результате мы сейчас все пользуемся, в общем-то, как вы видите, достижениями в области кибернетики, которые, так сказать, являются продуктом других стран. Поэтому действительно, как вот пишет Клаус Шваб, что даже концепция развитой страны опирается на уровень применения технологий и на их экономическое и социальное значение. Любая технология несет в себе отражение ценностей, целей и убеждений ее создателей. Вот очень важные слова, конечно, потому что, с одной стороны, мы видим, что зачастую технологии не делают нас счастливее, не позволяют нам достигать той полноты бытия, которая для нас осуществляется с таким понятием, как счастье. Но, с другой стороны, мы не можем выйти из этого круга, понимаете? И, конечно, здесь следует обратить внимание на слова опять Клауса Шваба, который говорит, что поскольку технологии тесно интегрированы в общество, на нас лежит ответственность за определение направлений их развития и обязанность объявить приоритет общественных ценностей. Джон Хевенс из Института инженеров электротехники и электроники сформулировал эту проблему так. Как машины узнают, каковы наши ценности, если мы сами этого не знаем? Как мы не сможем улучшить благосостояние человечества, если не уделим время определению наших общих ценностей, чтобы создавать технологии, которые наверняка будут отвечать этим идеалам? Таким образом, сегодня для многих думающих людей становится очевидным, что сам по себе научно-технический прогресс при отсутствии целостного и адекватно отражающего реальность мировоззрения в обществе, позволяющего видеть и стремиться к подлинному благу для человека, делает прогресс неуправляемым и не позволяет прийти к консенсусу о допустимой области применения его достижений, что в свою очередь пророждает и приводит общество к кризису, о котором мы сейчас так много говорим. Но ведь слово «кризис» — это греческое, в переводе с греческого «кризис» — это суд. Но что в этом мире может подлежать суду? Можем ли мы подвергнуть суду сам по себе научить технический прогресс и вынести решение, например, прекратить его? Ну, очевидно, что нет. Потому что абсурдно подвергать суду что-либо. Судить можно только кого-либо, того, кто, по слову Эммануила Канта, обладает способностью самопроизвольно, то есть от самого себя начинать новое состояние. То есть судить можно только того, кто может свободно выбирать для себя цели и определять образ своего бытия. Поэтому в основании любого кризиса лежат мировоззренческие проблемы, и суду при любом кризисе подлежит духовно-нравственное состояние общества метафизически свободных людей. Сегодня, как и прочим, и на протяжении всего предыдущего, 20 века мы все являемся свидетелями такого духовно-нравственного кризиса, причина которого, как представляется, лежит в утрате человеком антологических оснований не только собственной жизни, но и окружающей реальности. При этом нельзя игнорировать тот факт, что в современном мире средства массовой информации обрели значение главного производителя и поставщика культурной продукции, рассчитанной на массовый потребительский спрос. Ее потому и называют массовой культурой, что она не имеет четко выраженной национальной и религиозной откраски и не признает для себя никаких национальных и нравственных границ. Массы – это безличный коллектив, образуемый внутренне, не связанными между собой чуждыми и безразличными друг другу индивидами. Хосе Артега и Гассет в работе «Восстание масс» одним из первых зафиксировал феномен возникновения массового сознания в европейском менталитете. В современном обществе люди, сформированные массовой культурой, почти повсеместно уже заняли управляющие позиции в иерархии общественных структур, с высоты которых навязывают остальным социальным группам собственные люмпинские псевдоценности. При этом, как точно подметил испанский философ, человек массы, насколько стандартен, настолько же и инертен, социально безответственен. Люди массы живут без определенного жизненного проекта, находя смысл своего существования в достижении предельной идентичности с другими. Все аспекты своей жизни они с легкостью готовы отдать на государственное усмотрение. Один из основоположников философской антропологии Мат Шеллер очень точно заметил, кто узнал орда аморис человека, орда аморис приводит в латыни значит порядок любви, кто узнал орда аморис человека, тот узнал его самого, кто знает орда аморис, то есть порядок любви, тот владеет духовной схемой, тем первоистоком, который тайно питает все исходящее от этого человека. Иными словами, любой человек сам выстраивает для себя порядок ценностей, сам решает для себя, что для него является первым и самым важным, а что второстепенным и последним. И здесь, как мне представляется, следует признать, что духовно-нравственный кризис, с которым мы все столкнулись, является закономерным результатом глубинных мировоззренческих подвижек, причины которых находятся в смене базовых ценностных ориентиров, начавшихся с возникновением гуманизма, который в своем логическом развитии привел к кардинальной перемене ворда аморис порядки любви как конкретного человека, так и всего общества, что в результате, по слову Александра Исаевича Солженицына, привело к катастрофе гуманистического, автономного, безрелигиозного сознания. В своей гарвардской речи нобелевский лауреат констатировал, «Путь, пройденный от возрождения, обогатил нас опытом, но мы утеряли то целое, высшее, когда-то полагавшее предел нашим страстям и безответственности. Слишком много надежд мы отдали политико-социальным преобразованием, а оказалось, что у нас отбирают самое драгоценное, что у нас есть, нашу внутреннюю жизнь». Именно здесь, как представляется, находится корень той перемены, которая началась с гуманизма эпохи Возрождения, справедливо обратившего внимание в лице своих лучших представителей на необходимость должного уважения к человеку, сотворенному по образу и подобию Божию. И в своем генезисе привело к тому, что человек в системе общих христианских ценностей был признан абсолютной ценностью и занял место Бога. Но вот беда, человек не обладает абсолютным бытием, как и самой жизнью. Бытие человека относительно и зависит от своего Творца, который дает ему возможность участия в его бытии и жизни. В результате возникновения идеологии нового субъекта культурно-исторического развития, концептуально выраженной в форме учения о правах свободного индивидуума и реализованной в различных культурных, философских, социально-политических и религиозных проекциях гуманизм стал постепенно утрачивать свою первоначальную христианскую основу и развиваться в сторону безверия. Логика этой трансформации очень понятна. Если абсолютизируется человек, то, следовательно, относительным по отношению к нему становится бытие Бога. И уже не человек соотносит свою жизнь с Богом как абсолютным бытием, а Бог должен меняться под потребности абсолютизированного человека. Но Бог, будучи действительно абсолютным бытием, неизменен и вечен, а человек, чтобы он о себе не думал, не только не власти над многими обстоятельствами собственной жизни, но и смерти. И тогда гуманизм, потеряв абсолютное основание жизни в Боге, логично приходит не только к отрицанию Бога и вечной жизни в нем, но и, как следствие, подмене веры в Бога, веры в научно-технический прогресс, который становится предметом веры и надежды человека на устроение комфортной, «райской» жизни на Земле, включая радикальное увеличение ее продолжительности в трансгуманистической оптике. Сегодня это противоречие стало особенно ярким в результате взрывного развития информационных, цифровых и биомедицинских технологий. И не только обнажилась связь между достижениями биомедицины и падением ценностей человеческой жизни, но и показала неизбежное умаление достоинства человека как носителя образа Божия при бесконтрольном применении этих технологий без нравственных ограничений. Когда способность человека преобразовывать мир и свою собственную ментально-телесную природу экспоненциально возрастает, то очевидно, что в равной мере должна возрастать и его ответственность за данные преобразования. Но научно-технический прогресс раскрывает совершенно иную перспективу. По мере возрастания наших возможностей мера нашей ответственности наоборот уменьшается. Одни и те же технологии, дающие человеку как субъекту действия возможность преобразования собственной человеческой природы не сводит человека до статуса объекта, который может быть спроектирован и усовершенствован с помощью современной технологии, а значит и детерминирован, что лишает его свободы, присущей человеку, сотворенному по образу трепостатного Бога как субъекту нравственного бытия. Современная концепция разума как машины порождает соблазн преобразовать, улучшить человека и в то же время в силу субъектности человека она не позволяет это реально осуществить без умоления его свободной личности. Поэтому именно там, где нам обещают невиданную свободу, таится самая жестокая необходимость, превращающая свободное человеческое существо в отлаженно функционирующий механизм. Давайте мы сейчас рассмотрим саму по себе метаморфозу гуманизма, который возник именно как христианская рефлексия на осознание факта Бога воплощения, ее метаморфозу в трансгуманизм. Появление трансгуманизма является не только очередной репликой древнего соблазна стать как Боги, но и логичным результатом развития гуманизма. Говорить о гуманизме сегодня представляется занятием далеко не простым, потому что он, как и все человеческое, которому присуща антологическая релятивность, в своем развитии претерпел значительные изменения и семантически расслоился. Самое поверхностное обозрение современного гуманизма уже предлагает сразу несколько групп гуманистических воззрений, таких как древний гуманизм, куда можно отнести воззрение Аристотеля, Демокрита, Эпикура, Лукреция, Перикла, Протогора, Сократа, Конфуция, которые проходили свое земное странствие с V по I век до Рождества Христова. Затем классический гуманизм эпохи Возрождения, представленный таким мыслителями XIII-XVI веков, как Роджер Бекон, Джованни Бокаччо, Разума Раттердамский, Мишель де Монтейн, Томас Мор, Франческо Петрарко. Затем теистический или либерально-религиозный гуманизм, который возник в XX веке в среде духовенства Американской унитарианской церкви и которая проразгласила революцию в области религии, состоящую в переходе от теократии к гуманизму, от автократии к демократии. Демократическая религия, по словам одного из отцов либерально-религиозного гуманизма, преподобного Куртиса Риза, принимает форму по всю сторонности. Согласно демократической религии, главная цель человека состоит в том, чтобы содействовать человеческому благополучию здесь и теперь. Затем атеистический гуманизм, который представлен творчеством Жан-Поль Сартре, Альберро Камю, некоторые относят к этой группе и Фридриха Ницше. Коммунистический или социалистический гуманизм, который позиционирует себя как гуманизм реальный, практический. Он переносит центр тяжести с абстрактных рассуждений на научную разработку пути освобождения трудящейся личности, на практическую борьбу по созданию социалистического и коммунистического общества. Сущность социалистического гуманизма по определению словаря научного коммунизма 1983 года в признании человека труда высшей ценностью жизни, в активной борьбе за его счастливую жизнь. Затем натуралистический или научный гуманизм, который приобрел широко известный в 50-х годах 20-го века. Своей популярностью он был обязан деятельности американских философов Сидни Хука и Корлиса Ламонта. Хук отмечал, что натуралистический гуманизм отличается от теистического гуманизма отрицанием любой формы супранатурализма, а от атеистического гуманизма стремлением избежать выставления себя на показ и от коммунистического гуманизма его оппозиции всем убеждениям, не основанным на идее свободы, значение индивидуальной и политической демократии. Натуралистический гуманизм Хука и Ламонта стал основой для оформления такой более поздней версии гуманизма, как светский гуманизм. Светский или секулярный гуманизм провозглашает человека, его право на счастье, развитие и проявление своих положительных способностей наивысшей ценностью. Секулярный гуманизм противопоставляется религиозному и утверждает необходимость вести этический образ жизни без идеи о существовании Бога и метафизической реальности. От религиозного гуманизма светский отличается тем, что отвергает религиозную веру как ошибочную иллюзовную систему ориентации человека в мире. Исторический светский гуманизм оформился к середине XX века. Основными вехами его становления стали публикации манифестов гуманизма. Это Гуманистического манифеста 1 в 1933 году, Гуманистического манифеста 2 в 1973 году. В ответ на критику светского гуманизма со стороны консервативных религиозных групп в 1980 году стала публикация декларации светского гуманизма, в которой превозглашалась. Светский гуманизм это реальная сила в современном мире. В настоящее время он подвергается необоснованным и неудержимым нападкам с самых разных сторон. Данный манифест отстаивает ту форму светского секулярного гуманизма, которая определенно соответствует принципам демократии. Он противостоит всем разновидностям веры, которые ищут сверхъестественных санкций для своих ценностей или подчиняются силе диктата. Светский гуманизм верит скорее в человеческий разум, чем божественное руководство. Скептически относясь теориям искупления, проклятия и реинкарнации, светские гуманисты пытаются осмыслить человеческое бытие в реалистических категориях. Люди сами ответственны за собственные судьбы. Появление в 90-х годах постмодернистских идей, которые подвергли пересмотру традиционной идее современности, то есть модерна, связанные с рационализмом нового времени и просвещением, не могло не привлечь внимания светского гуманизма. Ведь постмодерн занял откровенно антигуманистическую позицию, объявив объективное научное знание разновидностью мифа, а людей неспособными к свободному выбору и ответственности за свои действия. Секулярные гуманисты частично согласились с постмодернистами в том, что 20-й век действительно обнаружил глубинные антигуманные тенденции. Но это не значит, что идеалы просвещения устарели, и будущее гуманистам видится не в деконструкции, а реконструкции человеческих ценностей, которая приведет к новому гуманистическому ренессансу. Такая точка зрения светского гуманизма получила свое выражение в новом программном документе «Гуманистический манифест 2000. Призыв к новому планетарному гуманизму». В этом документе нашли отображение новой реалии конца 20-го века, падения СССР и вместе с ним коммунистических идей, глобализация мира, появление интернета и возрастающий темп научно-технического прогресса. В этом новом манифесте секулярного гуманизма была представлена программа построения глобального планетарного гуманистического сообщества. И, наконец, в 2003 году был опубликован гуманистический манифест 3 под названием «Гуманизм и его устремления». Последний на сегодняшний день манифест современного гуманизма, который значительно короче предыдущих манифестов и состоит из шести тезисов, которые прикликаются с более ранними текстами манифестов секулярного гуманизма. Пол Курц, который оказал большое влияние на секуляризацию гуманизма и стал активно пользоваться в своих работах термином «светский гуманизм», большое внимание уделял вопросам гуманистической практики. Ведь если гуманизм окончательно отделить от религии, то возникает вопрос, каким образом он может удовлетворить резистенциальную потребность всякого человека, потребность в смысле. Если мы отбрасываем веру в Бога как чистое безумство, то что мы можем предложить взамен, пишет Пол Курц. «Действительно, если человека лишить метафизического измерения его бытия, то в чем смысл его жизни? В смерти нет смысла. И в силу того, что человек как целый несводим к своей природе, или как написал Владимир Лоский, «Личность есть несводимость человека к природе», такая трансцендентность личности требует и трансцендентного природе, выходящего за ее пределы и недоступного эмпирическому опыту. О чем идет речь? Где основание нашей нравственности? Ведь основание нашей нравственности в том, что наша личность свободна по отношению к собственной природе. Она трансцендентна к собственной природе. если наша личность это часть нашей природы, то значит она детерминирована и мы не можем судить поступки человека. Вы помните такой очень яркий пример, где-то несколько лет тому назад в Приморском крае кот залез в витрину и надкусил деликатесов на 60 тысяч рублей. Мы под суд кота не отдали. По той причине, что живет инстинктами детерминированное бытие. А если бы бомж залез в эту витрину и надкусил деликатесов на 60 тысяч рублей, мы конечно бы отдали его под суд. Он бы сказал, я был голоден, я есть хотел, сказали, ну слушай, ты же свободное существо, ты можешь пойти на бесплатную столовую покушать, можешь попросить милостыню, можешь обратиться в церковь какую-то, тебя покормят, но в витрину лезть, никак нельзя. иди под суд. Это принципиальная разница между человеком и животным. Понимаете, вот у нас есть природное валение, у всех такие же, как и у животных. Ну, например, подкрепить себя на клеточном уровне, что-то съесть. тело постоянно строит себя. Необходим материал, понимаешь, все дело. Необходима, так сказать, и животная энергия для жизнедеятельности человека. человека. Но одновременно с этим, что мы имеем такие природные валения, такие же, как и животных, мы их реализуем не максимально простым способом, или не в соответствии с геномом, который отображает наиболее удачный способ реализации природных валений, закрепленный генетически. А мы реализуем эти природные валения в соответствии с определенным идеалом, понимаете, что все дело. Это природное валение и покушать, это природное валение продолжить свой год, какие угодно, понимаете. Наша личность, субъект, она регулирует проявление вот этих природных валений в соответствии с определенным идеалом. еще пример достаточно яркий. Вот если допустим лисица бежит по лесу, у нее природное валение подкрепит себя на клеточном уровне. Она видит зайца, она не размышляет и не мучается совестью по поводу того, что этот заяц вообще многодетный раз, ветеран леса два, потом что еще краснокнижный заяц, три, понимаете, вообще он просто белый пушистый, но никак его есть нельзя. Она берет и ест его, понимаете, что все вето. Если же человек, проходя по улице и у него появляется такое же природное валение подкрепит на клеточном уровне, он отнимает например корзинку старушки с продуктом питания. Мы говорим, ну как это безнравственно, как это невозможно, что ты творишь, ну как это, ну а в общем-то в животном мире почему нет, понимаете, что я все делаю. То есть сама по себе нравственность, само по себе право, оно требует, чтобы наша личность была трансцендентна нашей собственной природе. Безусловно, природа, у нас у всех есть геном, это по сути книга жизни, которая пишется от Адама, понимаете, в ней конечно тоже отображены как и у животных наиболее удачные формы, так сказать, ну действия в этом мире, но мы свободны по отношению к собственной природе и собственному геному. Да, мы видим, что у нас появляется папа-мама, особенно с возрастом, мы видим, что мы говорим так же, или мы по характеру поведения похожи на папу-маму, или нам проще делать так, как делал папа, как мама, но мы всегда свободны делать иначе. Понимаете, о чем речь? Это принципиальная характеристика человека, его отличие от животного мира. И конечно, Пол Курц пытается решить эту проблему, потому что личность, она должна быть как бы трансцендентна для природы, иначе какой нравственности можно говорить. И он пытается как-то обосновать нравственность вне категории трансцендентности, понимаете, в чем все дело. И для того, чтобы ответить на вопрос о смысле жизни, Пол Курц пытается ввести новое понятие, не опирающееся на веру в трансцендентное. Ев Праксофия. Вот от латинского блаженства Праксис Практика София Мудрость. Курц полагал, что пока гуманизм, секулярный гуманизм, не перерастет в епраксофию, ему не удастся покорить человеческих сердец. Пока гуманизм не станет реальной альтернативой религиозным культом, как сказал Пол Курц, он, похоже, рискует остаться одним из интересных интеллектуальных движений, занимающих ограниченное число ученых, философов, но имеющих мало отношения к живой реальной жизни. Евпраксофия, соединяя в себе практику и теорию гуманизма, как одновременно так же, как и религия, должна стать всеобъемлющей по своему мировоззрению, но отказаться от сверхъестественной компоненты и избегать трансцендентного искушения, по словам Пола Курца. Таким образом, сиркулярный гуманизм сегодня позиционирует себя как идейное движение, в котором теория и практика должны быть неразрывно связаны и органически дополнять друг друга. При этом надо заметить, что светский гуманизм сегодня является самым влиятельным и масштабным направлением мирового гуманизма. Он представлен международным гуманистическим и этическим союзом, в который входят национальные гуманистические общества более чем 30 стран и насчитывает более 5 миллионов своих членов. Он активно содействует развитию нетеистической морали и обладает консультативным статусом при ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Но помимо светского или секулярного гуманизма параллельно ему в середине XX века возникла еще одна разновидность гуманистического мировоззрения, которое получило название трансгуманизм. Термин трансгуманизм был введен в 1957 году с Жулианом Хаксли, как я уже говорил, английским биологом, одним из создателей синтетической теории эволюции, которая является синтезом генетики дарвинизма и других научных дисциплин. Жулиан Хаксли является внуком известного ученого-дарвиниста Томаса Генри Хаксли. Его родным братом был писатель Олдес Хаксли, а единокровным братом нобелевский лауреат Эндрю Хаксли. Его дед Томас Хаксли за яркие полемические выступления в защиту эволюционной теории Чарльза Дарвина получил прозвище Бульдог Дарвина, а для описания своего отношения к религии он вел термин агностицизм. Эндрю Хаксли стал лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 1963 году. Олдес Хаксли был гуманистом, пацифистом и писателем, который семь раз номинировался на Нобелевскую премию. Он является автором известного романа антиутопии о дивной новой мире, который сегодня вольно-невольно стал полемическим ответом на трансгуманистические идеи его родного брата Джулиану. По сути, можно сказать, что в одной семье как бы как в них бульоне созрели многие идеи, которые до сегодняшнего дня являются очень актуальными. Причем, видите, они созрели в такой даже полемической стороны, потому что Олдес Хаксли как видите в своей антиутопии попытался опровергнуть идеи своего брата Джулиана. Но я надеюсь, вы все читали о дивной новой мире. Если кто не читал, прочитайте. Книжечка маленькая, но для нас, для сегодняшнего дня, особенно учитывая то, что у нас сейчас приняты государственные программы по генетике в нашей стране, знание этой книжки, мне кажется, просто необходимо. Оно в порядке слов по-моему всегда лежит. Вся эта книжечка есть в маленьком формате. Ее всегда можно купить или в интернете взять, да и прочитать. Джулиан Хаксли активно выступал за распространение гуманистических ценностей и был членом многих гуманистических организаций, в том числе членом Международного гуманистического и этического союза. Вместе с Альбертом Эйнштейном и Томасом Маном входил в руководство первого гуманистического общества Нью-Йорка. Джулиан Хаксли выступал сторонником такого общества, которое придет к полной реализации человеческого потенциала и заменит собой общество благоденствия. Для Хаксли трансгуманизм был другим названием его эволюционного гуманизма, а именно преднамеренного усилия человечества преодолеть себя не только спорядически, но в целом как человечество. Человек остающийся человеком, но превзошедший сам себя благодаря осознанию новых возможностей своей человеческой природы. Хаксли рассматривает трансгуманизм как ключевое понятие совершенно новой интеллектуальной структуры, как новую идеологию или новую систему идей, соответствующих новому положению человека. Он считал трансгуманизм новой позиции ума, который обратится человечество в состоянии кризиса, используя научные знания для того, чтобы построить лучший мир. Хаксли полагал, что человеческий вид окажется на пороге нового существования, столь же отличающегося от нашего, как наше отличается от синантропа. Он будет осознанно осуществлять свою реальную судьбу, как писал Хаксли. Нельзя не заметить, что трансгуманистическое видение мира весьма созвучно идеям Фридриха Ницше, который еще в конце 19 века проразгласил смерть Бога. А если Бог умер, то кто может и должен занять его место? Только человека Бог, точнее сверхчеловек. Ницше предлагает новую форму богоборчества. Обычное противопоставление Бога и человека заменяется после проразглашенной смерти Бога антитезой сверхчеловек человек. Человек это то, что должно быть преодолено, поэтому смерть Бога означает и смерть человека, который преодолевается сверхчеловека. Ни у кого, как у Ницше, пишет один из исследователей его творчества, не выражено столько презрения и отвращения к человеку. Современные люди по Ницше поистине безобразны, никакой любви к нему, никакого сочувствия к его немощи, никакого оправдания ошибок. Девиз Ницше не улучшать человека, а именно преодолеть, превзойти. Таким образом, наивысшая цель человека после смерти Бога это создание сверхчеловека. Только со смертью Бога, как думает Ницше, человек впервые становится автором своих действий и может практиковать божественный образ мыслей. Только со смертью Бога, возможно, как он пишет, истинное величие человека. Конечно, перед нами не больше не меньше, как мироустроительный, а вернее даже сказать, миросозидательные претензии, заявленные человеком, оставшимся после смерти Бога единственным деятелем. Но со смертью Бога человек становится на почву иной реальности, логика которой приводит к ряду принципиально важных отказов от абсолютных антологических оснований человеческой культуры. Прежде всего, это отказ от развлечения добра и зла, от понятия греха и от христианской морали в принципе. А главное, это отказ от заданного Богом, как нравственной цели бытия человека, уподобления его Богу, то есть богоподобия человека. На месте Бога теперь сверхчеловек. Причем сверхчеловек это то, что создается, а человек то, что преодолевается. При этом в стороне остается вопрос, а почему, собственно говоря, нужно что-то менять и в человеке, и в его жизни? Откуда вообще это стремление к лучшему, не говоря уже об императивности такого стремления, когда стремление к совершенству меняется как долг и идеал? Откуда наконец, а этот вопрос можно ставить только после ответа на предыдущий, мы берем сам масштаб оценки? По какому критерию оцениваем наше стремление к лучшему? И не случайно, что все эти вопросы законные и осмысленные в рамках теизма, вот в различии в последнем данном случае можно отвлечься, в секулярной мысли мало-помалу повисает в воздухе, выступая по сути унаследованным от прошлого непроясненным пережитком, а то и вовсе перестает вставать. Для уяснения сущности метаморфоза гуманизма в трансгуманизм необходимо хотя бы в общих чертах определить границы понятия гуманизма как такового по причине его, как уже здесь было отмечено, семантической многослойности. В самом широком значении гуманизм представляет собой мировоззрение, построенное на признании центрального значения человека в мире, уважение к его достоинству и правам. В таком смысле гуманизм обнаружен и в древнем мире, несмотря на его космоцентризм, в первую очередь в греко-римской цивилизации, периоды высокого культурного развития, почему и первые новые европейские гуманисты, начиная с Франческо Петрарки, апеллировали именно к античности. Уважение к человеку как единственной твари, созданной по образу и подобию Бога, является конститутивным элементом иудео-христианского откровения. В христианстве после Боговоплощения место человека в антологической иерархии сущего даже выше, нежели в ветхозаветном иудаизме. Из абсолютизации этой особенности новозаветного миропонимания и вырастает новоевропейский гуманизм, который, как пишет Алексей Федорович Лосев, несомненно, есть учение о правах свободного индивидуума и логических, и моральных, и эстетических, с весьма частой антицерковной тенденцией, что, впрочем, для возрожденческого гуманизма совсем не обязательно, с энтузиазма в области научных-филологических исследований и с общественно-политическими выводами против светской власти папством. Понятие гуманизма, как пишет Дмитрий Кириллович Богатырев, несет в себе три смысловых уровня. Во-первых, в узкоисторическом аспекте это явление западноевропейской истории, связанное с выяснением античной почвы, в отличие от христианского неба, европейской культуры, посредством, в первую очередь, филологических изысканий, ассоциируемое с именами Франческо Петрарки, Данте Алигьери, Лареца Валла, Алиберти и других. Во-вторых, в широком историческом значении это идеология нового субъекта культурно-исторического развития, возникшая в основном в Италии, Германии, Франции и Голландии, концептуально выраженная в форме учения о правах свободного индивидуума, реализованная в различных культурных, философских, социально-политических и религиозных проекциях и характеризующиеся своеобразными стадиями своей эволюции. И, наконец, в духовном плане это тип миросозерцания, признающий человека абсолютной ценностью. В последнем значении гуманизм, имея своим центральным ядром идею, а точнее говоря, мифологему творчества. Дмитрий Кириллович Богатырёв, систематизируя идеи русских философов, пишет, «Идея мифологема творчества является одной из фундаментальных универсалей христианской культуры и существенно отличает ее от иных типов культурно-исторического развития. Осмысление феномена творчества проходило постепенно и противоречиво. Если самосознание средневекового человека основывалось преимущество на чувстве его тварности и греховности и центральной для средневекового миросозерцания являлась идея спасения, внутри которой творчество функционирует как подчиненный элемент, то в выработанном эпохе возрождения мировоззрения, обрежем имя гуманизма, структура жизненных ценностей имеет качественно иное основание. Творчество становится духовно первичнее для человека, нежели спасение. Он все более начинает относить творчество к самому себе, ощущать себя свободным творцом истории и своей собственной судьбы и потому богоподобным. Высказанное поначалу немногими гуманистами Пика Делла Миранделла убеждение о преимущественной творческой природе человека с XVIII века становится все более привычной его самохарактеристикой. Философская антропология Пика обосновывает достоинство и свободу человека как полновластного творца собственного я. Вбирая в себя все, человек способен стать чем угодно. Он всегда есть результат собственных усилий. Сохраняя возможность нового выбора, он никогда не может быть исчерпан никакой формой своего наличного бытия в мире. человек поставлен в центр мира, он не обладает собственной особой земной, небесной или ангельской природой, ни смертностью, ни бессмертием, он должен сформировать себя сам как свободный и славный мастер, говоря словами Пика Делла Миранделла. Именно в этом видит Пика прославляемая им высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает и быть тем, чем хочет, как он пишет. Продолжая гуманистическую традицию прославления и обожествления человека, Пика ставит в центр внимания свободу выбора как главное условие всякого деяния и его моральной оценки. Речь идет о новом понимании человеческой природы, как природы становящейся, вернее самостановящейся. Она предстает как результат самостоятельной творческой деятельности человека, а не как раз навсегда данная. В результате в течение трех веков гуманизм постепенно утрачивает свою христианскую основу и движется в сторону безверия. Ключевые фигуры указанного процесса дехристинизации гуманизма это Людвиг Фейербах, Карл Марс, Фридрих Ницше, Зигмунд Фрейд. По мнению Дмитрия Кирилловича Богатырева антихристианство Ницше наиболее последовательное, антологически обоснованное, глубокое и агрессивное. В нем атеизм перестает быть просто безбожиим, построенным на вере в человека. Человек должен быть преодолен в сверхчеловеке. Человек не образ и подобие Бога, но лишь мост к сверхчеловеку. Тот, кто творит новые формы бытия, должен быть тверд, ибо все созидающие тверды. Сверхчеловек будет адекватным выражением глубинного антологического принципа универсума воли к власти. Фридрих Ницше добавляет к идее социальной инженерии Карла Маркса метафизический лозунг преобразования самой природы человека. И надо заметить, такая попытка преодолеть человека в человеке с целью получить нового человека уже предпринималась группой советских ученых 1920-е годы, которые приводили практические опыты получения новогибридного человека путем скрещивания людей с энтермоморфенными обезьянами. В отчете 1928-го года, представленном в Совнарком председателю комиссии по содействию работе Академии наук СССР товарищу Горбунову, руководитель этих исследований профессор Иванов констатировал, цитата, «Только в самые последние годы наметилась возможность поставить наши опыты без особо значительных затрат и без опасений встретить запрет со стороны церкви. Серьезным тормозом для постановки этой экспериментальной работы являлись также предрассудки религиозного и морального характера. В дореволюционной России было совершенно невозможно не только что-либо сделать, но и писать в этом направлении», вот писал товарищ профессор Иванов. Гуманизм обычно сводит к некоторой социальной идеологии, поставляющей в центр сущего земного человека с его земными интересами и устремлением. Это взгляд правильный, но поверхностный. Антропоцентричная цивилизация, участниками которой мы пока еще являемся, представляет собой закономерный этап развития христианского средневековья, главным образом западного, но и не без восточного влияния. В своих глубинных архетипических истоках гуманизм в самой значительной степени формировался как реакция на мифологию бессмертия, созданную христианским средневековьем. В своем решении этой проблемы гуманизм неоднороден. В нем есть языческая сторона, связанная с усталостью от аскезы, отказом от трудового стяжания Царства Божия, откат к дохристианскому смирению перед неизбежностью смерти. Новый европейский материализм выражает это настроение с наибольшей полнотой. Есть в гуманизме и интеллектуально-агностический аспект, вырастающий из нового прочтения античной мифологии и философии, в результате которого в представлениях, казавшихся ранее сугубо христианскими, были открыты языческие прообразы. Но что важно отметить, в гуманизме есть и евангельский прорыв за пределы средневековой мифологии вечного ада. Христианский гуманизм вырастает из нового религиозного опыта. На передний план выдвигается трансценденция к Богу, который переживается как любящий отец, а не как надсмотрщик, строго калькулирующий малейшие грехи и исправляющие их аскетические подвиги. Евангельские идеи гуманизма выросли из изменения отношения к человеку в церкви. Их важнейшими провозвестниками можно считать как Франциска Осискова, так и преподобного Исаака Сирина, которых вообще-то и следует назвать гуманистами по преимуществу. Если основанием гуманизма является любовь к человеку, то антологическую действенность ей продает то, что сам Бог возлюбил его во кресте Иисусе вплоть до смерти своего единоводного сына. Евангельские мотивы гуманизма имели двоякую судьбу. С одной стороны, западная и восточная церковь были в немалой степени уже гуманизированы. С другой стороны, внутри гуманистической цивилизации евангельские импульсы причудливо переклились с агностическими и даже языческими. Это породило так называемую либеральную теологию, вовсе отвергающую ад, но главное привело к маргинализации и профанации темы личной судьбы в вечности, подменив ее сходные проблемы во времени. Средневековая мифологема сатриологической ценности личного труда была преобразована гуманистической культурой в экзистенцию его социально-исторической успешности. Произошла глубинная метаморфоза. Дело личного спасения в вечности трансформировалось в историческое спасение собственным делом во времени. Целостность дела, которое переживет своего деятеля во времени, стала подменять цельность человеческой личности. В результате бизнес, в широком смысле этого слова, стал фактически религией секулярного мира. Кальвинизм увидел в успешности земной профессии знак небесного избирания. Гуманизм и протестантизм каждый по-своему высвобождали время и энергию индивида для земных дел и создали в результате самую социально успешную цивилизацию в земной истории человечества. Успешно настолько, что ценность успеха почти полностью вытеснила переживание смерти, как успение человека. Естествознание существенным образом конкретизировало и обновило представление о связи душевной структуры, в частности сознания с телесной организацией. Материализм абсолютизировал эту связь, выстроив на этом доктрину радикальной смертности. И надо признать, что научная критика христианского платонизма во многом справедлива. Нельзя не заметить, что в акцентировании психофизической цельности человеческой личности современные научные представления о человеке в некоторой степени подобны библейским, особенно ветхозаветным. Согласно платоническим воззрениям, душа живет сама по себе. И таким образом жизнь и идеальность фактически совпадают. Душа животворит тело, но живет даже гораздо лучше и вне его. Изгнанные официальные из ортодоксального христианства платонизм все равно остался внутри коллективного подсознательного христианства, особенно в вопросе личного бессмертия. Я как священник уже со стажем каким-то я постоянно с этим сталкиваюсь, что вера в воскресение во многих людях очень абстрактна. В общем-то больше люди верят именно в посмертную жизнь души христианин. А воскресение для них вообще что-то такое очень абстрактное. И, кстати, интересны в этом смысле были опросы, которые, по-моему, журнал Кифа проводил где-то в начале 2000-х годов. И там на вопрос о принадлежности к православию по-моему, 70 с чем-то процентов ответили положительно. Но только 2% ответили утвердительно на первую телесное воскресение. Понимаете? То есть вера христианская она все-таки инкорпорировала в себя платонизм. И даже зачастую когда смотришь на такие современные иконы воскресения Христово ты не видишь именно факта телесного воскресения. Видишь что-то такое сказочное, видишь что-то такое не совсем соответствующее нашему тварному телесному вещественному миру. И это конечно есть во многом следствие платонических воззрений и в общем-то по сути это все есть еще тайное манихейство. Понимаете? Надо заметить что и священное писание и научная биология утверждают жизнь в единстве физической и метафизической реальности. С библейско-христианской точки зрения смерть есть нечто более фундаментальное чем простой распад материи. Если душа и продолжает бытийствовать после распада тела то в совершенно ином качественно ином состоянии. Подобно тому как натрий и хлор существуют вне единства соли или водовод и кислород вне единства воды. Хотя эти аналогии и бедны тождеством с единством духовно-телесной природы человека. Свою лепту в растворении водой философии классических христианских представлений о бессмерти внес и субъективный идеализм. Согласно логике кантовского трансцендентализма образы данного ада суть не более чем конструкция человеческого рассудка, связанного априорными формами нашей чувственности, трансцендентальным пространством и временем, и движимого силой воображения. Объектом критики в данном случае выступала вовсе не средневековость образов посмертного существования, а сама способность человеческой мысли воображать предмета, недоступной нам в опыте. Психология 20 века с одной стороны экспериментально подтвердила связь человеческой психики, в частности структуры восприятия с телесной организацией, с другой выдвинула и объяснила тезис о заинтересованности и детерминированности воображения бессознательными факторами. Так за идеей вечного ада были обнаружены жажды мщения свойственных рабам и неудачникам, садистический комплекс, который залегает гораздо глубже социальных различий присущ в той или иной степени каждой личности, а также свойственным древним римлянам юридизм и страсть жестоким зрелищем. Разрушая мифологию вечного ада и бегство от него, новое время создало свой миф о человеке, творящем историю и собственную цивилизация экзистенциальным стержнем которой является мифологема самобытного исторического творчества маргинализирует идею личной вечности как таковую как в адском так и в райском ее измерении. Если средневековье чрезмерно антологизировало грех, как бы недооценивая его фундаментальную подорванность жертвы Христовой, то гуманистическая цивилизация подает в противоположную крайность радикальной деонтологизации зла, его редукции к моральному несовершенству. Суждения Бенедикта Спиноза в данном случае являются глубоко типичными. Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни. Оно демонстрирует не примитивное отсутствие интереса, но иную экзистенциальную ситуацию. Блаженство не есть награда за добродетель, конкретизируя свою мысль философ, но сама добродетель. Отношение многих мыслителей гуманистов к вопросу о вечной жизни весьма отличное от традиционной церковной точки зрения. Но гуманизм в своем генезисе выдвигает не только сомнения в личном бессмертии, он начинает искать пути реализации искусственного бессмертия. Успехи новейшего естествознания, биологии, медицины, генной инженерии лишь обострили проблему искусственного бессмертия и вбросили пространство массового обсуждения. Частные вопросы эвтаназии, клонирования, замены органов имеют свои скрытые мифологические основы волю конечных духовных существ продлить свою жизнь во время максимально долга. освободить ее от страданий здешнего бытия. Вне синергийных усилий с Богом эта деятельность людей по установлению господства над природой может быть названа магией. Предложение к проблеме бессмертия можно оценить как попытку завоевания бесконечной жизни. В данном аспекте усилия направлены на максимальное продление плотской жизни во времени и воля к самостоятельному построению нового астрального духовного тонкого и тому подобного тела сущностно тождественны различаясь лист экзистенциально. Их можно оценить как земную и небесную проекцию единой стратегии завоевания бессмертия своими силами. Таким образом гуманизм заново рождаясь из христианского осмысления исторического факта боговоплощения в своем генезисе утрачивает связь с трипостасными источниками основания богоподобного достоинства человека и деградирует в трансгуманизм который возвращает человека к первому искушению посредством гнозиса магически стать как богин. Перед человечеством открывается соблазн достижения постчеловеческого псевдо-райского состояния безбога и тех духовно-нравственных ограничений которые обусловлены его образом лежащим фундаменте духовно-тересной природы человека. Но одновременно это обнажает и древний богоборческий дух который лежит в основании трансгуманистического мировоззрения и который возбуждает в своих адептах жалкое стремление перманентной реконструкции собственных кожаных рис. Трансгуманизм вполне допустимо с религиозной точки зрения рассматривать как пародию обожжения. Но принципиальное значение имеет то обстоятельство что идея радикального преображения человеческого духа и плоти искаженная трансгуманизм утрачивает все преображение человека при содействии нетварных божественных энергий и обретает некую дурную непосредственность синтетического теосиса. Действительно в трансгуманистической оптике нет никаких препятствий чтобы человек стал богом достаточно лишь того чтобы были представлены соответствующие научно-технические средства и в общих чертах движение трансгуманизма сходится на том что такие средства наукой уже созданы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...